Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Главная» и я ее ведущая Тихона Вейна. Сегодня гость нашей студии Корнелио Фуркулица, председатель парламентской фракции ПСРМ. Добрый вечер. Добрый вечер. — Корнелио, я бы хотела у вас спросить. У нас в студии был Владимир Николаевич Воронин, и я ему задавала вопрос по поводу ПСРМ и ПКРМ, о том, что они выступают в предстоящих выборах единым блоком. И мне бы очень хотелось услышать ваше мнение по этому поводу. Как бы вы это прокомментировали? — Необходимость создания этого блока совпадает с мнением и социалистов, и коммунистов, и желанием. Поэтому и случилось это единение сил, и политики забыли о тех неврядицах и разногласиях, которые были между ними. И в первую очередь эта ситуация, в которой находится сейчас Республика Молдова, подтолкнула политиков сделать шаг навстречу друг другу для того, чтобы объединить усилия левых партий во имя спасения Республики Молдова, во имя придания ей стабилизационного курса, во имя процветания и благосостояния людей. Поэтому наши мнения, наши позиции сильно совпадают. У нас практически отличий нет в идеологическом плане. И этот естественный ход, который был сделан, он был и с пожеланием наших избирателей, как одной партии, так и другой. И такая идея, она уже давно витала в воздухе, и как бы очень хорошо, и это считается очень большим достижением, что двум партиям, двум левым основным партиям удалось объединиться в избирательный блок. То есть давайте будем называть вещи своими именами. Не произошло объединение партий, а произошло объединение партий в избирательный блок для участия в досрочных парламентских выборах. Что произойдет после парламентских выборов? Это естественное образование двух фракций, тесная работа этих двух фракций в следующем парламенте. И мы нацелены на получение большинства мандата в следующих парламентах для того, чтобы обе партии смогли воплотить в жизнь те посылы, те идеи, те обещания избирателям, которые на этот период времени мы предлагали избирателям. Согласно опросу CBS Акса, левым партиям пророчат победу на выборах. А Корнелий Учурев сказал, я думаю, что союз социалистов с коммунистами дает больше шансов лидирующей левой политической силе получить хороший результат. Быть может, для левых сейчас, если сравнивать с нулевыми, ситуация является не идеальной, поскольку электрот несколько уменьшился. Но при надлежащей мобилизации левые могут получить 40% от общего количества голосов. Как вы думаете, как, по вашему мнению, будет выглядеть парламент после... Следующий парламент? Да. Каков политический расклад на сегодняшний момент? Сложно сейчас говорить о следующем раскладе, потому что мы только в начале избирательной кампании. Эта кампания довольно-таки длиннее, чем обычная, потому что президентская, она по положениям была 30 дней. Эта кампания начинается с того момента, как конкурент зарегистрирована. Шесть конкурентов уже зарегистрированы, они уже имеют право и проводят электоральную кампанию. Мы видим уже активность политических партий на этом поле деятельности. Сказать что-то либо конкретно на этот момент, какие еще партии имеют шансы, потому что не все-то и зарегистрированы, и не все являются участниками, можно говорить о каких-то тенденциях. Я видел разные опросы, разного рода опросы. По одним опросам в парламент проходят 2-3 партии, по другим опросам 2-4 партии, по другим еще 5 проходят. Мы прекрасно знаем ситуацию, что в Республике Молдова не все опросы являются, скажем так, научными, достоверными, потому что нередко используются такие фразы «стал известен внутренний опрос». Вот даже я сегодня видел, кто проводил этот опрос, когда проводил. Просто «стал известен какой-то опрос внутренний». В данном случае, естественно, манипулируется, и это вброс какой-то партии, которая хочет себе нарастить или показать более лучший результат для того, чтобы как-то воодушевить своих избирателей. Но основные силы, которые безоговорочно имеют шансы пройти в следующий парламент, это, естественно, образовавшийся блок, это объединение практически всего левого электората, причем это придаст дополнительный импулс для того, чтобы левый электорат выйдет, для того, чтобы, скажем так, потому что объединение и создание этого блока воодушевило избирателей левого тока, и многие, которые не выходили на выборы, потому что считали, что они были, допустим, голосующими за коммунистов, считали, что по определенным причинам они могут не пройти, и все равно нет смысла. Сейчас они увидели, что это возможно, и не то что возможно, это наиболее вероятно. И, естественно, левый электорат сейчас на данный момент воодушевлен, у него хорошее состояние, хорошее настроение, что по правому полю более как бы сейчас идет такое формирование правых. Еще непонятно, сколько этих правых зарегистрируется, потому что на данный момент только как бы два игрока на правом поле основных. Это партия ПАС, и я не побоюсь сказать, что это Ренат Усатый, который все-таки на левом поле будет иметь мало влияния, он все-таки будет откусывать от правого электората, и мы видим как бы осторожность именно партии ПАС в отношении Рената Усатый, в различии от того, что было на президентских выборах, потому что Ренат Усатый сейчас без определенного месседжа, ему, видимо, нужно определяться, куда и на какой сегмент электората будет идти. И по опросам имеет еще определенную возможность пройти в следующий парламент, партия ШОР, но у партии ШОР как бы довольно-таки нетипичный электорат, потому что основное он берет в районе, в Аргеевском районе, и как-то связать или как-то измерить количество этого электората сложно, потому что когда проводится опрос, опросы, мы понимаем, что они опрашивают все. Там есть определенное количество анкет, там тысячи, две тысячи, и они распределены как бы равномерно по всей республике. Так что это научные исследования, и когда оперируются опросами, то, естественно, эти опросы должны быть официальными, чтобы они были документированы, чтобы была соответствующая организация, которая имеет соответствующий опрос. А то, что мы видим нередко на то, что произошел какой-то выброс, вброс или утечка какого-то опроса, это элементарная политическая тактика, то есть это политтехнологии, и доверять им не следует, потому что это не является опросами, это является манипуляциями. Даже ассоциации социологов и... Нет, это зарегистрированная ассоциация, то есть она официально, она представляет официальные данные, сколько, в какой период, где они были эти. Я имею в виду, что нельзя доверять тем опросам. Я видел сегодня новости на Ньюсмейкере, мне кажется, да? И там было показано, что вот был получен какой-то там неофициальный внутренний еще какой-то опрос. То есть я думаю, что вот таким опросам нельзя доверять. Остальные опросы, которые проводят специализированные организации, имеющие на это право и делающие это профессионально, да, их нужно брать в учет. В университете, когда у нас студенты проходят манипулирование персуазией, у нас, кстати говоря, я когда преподаю, я как раз об этом говорю, как мы можем манипулировать социологическими опросами, как они получаются. И, кстати говоря, вот это выражение, по мнению ученых, по мнению социологов, при этом не даются конкретные фамилии и имена. И когда было проведено исследование, они говорят о том, что именно это и происходит. К сожалению, в Республике Молдова сейчас у нас как бы испытываются передовые политические технологии, и мы являемся как бы передовыми в этом лагере, потому что у нас нету года, чтобы не было выборов. Технологии у нас применяются самые лучшие. У нас присутствуют в стране политтехнологии с разных политических сторон. И электорату очень сложно разобраться в этом количестве политических приемов и технологий, потому что действительно специалисты очень хорошие. И беря в учет то, что нынешние выборы очень важны для всех, здесь будут выложены максимум усилий, и будут выложены все технологии, возможные и невозможные. Это будет очень жесткой и такой кампанией, которая, я думаю, войдет в историю Республики Молдова. То, что мы имеем сейчас на данный момент, вот ситуация такая как бы раскачивания, это еще даже не начало, я думаю, это вот так только проростки. Все нас еще ждет впереди. У нас будет впереди и борьба, и столкновения политических партий, и много лжи и грязи. Так что весь пакет политтехнологий, я думаю, что будет применен усилием нашего электората. Очень сложно будет электорату в этом потоке разобраться, но я его как бы, как бы электорату всегда говорю, или избирателю говорю, смотреть на политиков с точки зрения их истории. Вот что они вам обещали в предыдущие периоды, и что вам они предоставили, будучи его власти. Если хоть определенную часть из тех обещаний они воплотили, значит, это последовательные политики. Если они вам давали одно обещание, приходя к власти, делали совершенно другое, то таким политикам нельзя доверять. И в данном случае, когда мы говорим о блоке социалистов и коммунистов, это люди, это партии, это команды, у которых есть богатый опыт, есть время, за которое они показали, что могут сделать. И я думаю, что есть у электората вся возможность им в этом случае доверять. Что касается остальных партий, это либо которые находятся на начальном этапе, это либо партии, которые обещают. Потому что чем меньше шансов у партии, тем она больше обещает. Потому что она вынуждена. И обещает нередко невыполнимые, неисполнимые обещания, для того, чтобы как-то очаровать избирателя. Партии, которые являются наиболее фаворитными, они, естественно, наиболее прагматичные, потому что они понимают, что в парламент придут, и все, что они обещают, нужно будет выполнить. Поэтому те обещания, которые мы даем, они будут на повестке следующего парламента, и они будут оформляться в проекты законов, и мы за них будем голосовать. А это, в первую очередь, социальные законы, о которых мы говорили до сих пор. И те, о которых сейчас у нас выйдет предвыборная кампания, будут себя находить в этой программе. Перечислите хотя бы пару этих социальных законов, или тех социальных доктрин, которые вы представляете избирателю. Во-первых, это те программы, которые были приостановлены до 2009 года. Это и Молдавское село, вы помните, была такая программа у партии коммунистов, где подразумевалось, что село будет развиваться, и какие там программы были. Школа, детский сад, больница, небольшое производство. Развитие промышленности, промышленные парки, то, что мы проводили. Мы проводили хорошие дороги для всех, эта программа еще идет от коммунистов, еще тогда. Инфраструктура и, конечно, социальная сторона. Это мы понизили возраст пенсионный, который был повышен во время правления правых партий. Мы подняли пенсии. Каждый год мы выдавали компенсации по тысячу лей, уже когда мы были здесь непосредственно. И объявили о намерении на следующую осень дать пенсионерам эту помощь в размере тысячи лей. Вот это и основные. И, скажем так, даже та наша инициатива, которая была возвращена президентом по компенсации электроэнергии людям, мы ее вернем обратно, и мы проголосуем за нее, и она вступит в силу. То есть есть множество социальных проектов, которые мы считаем их как основной целью деятельности партии и блока. И мы будем за них бороться, и мы сделаем все, чтобы они были приняты в следующем парламенте. Скажите, а есть ли у блока по СРМ, по КРМ государственная доктрина? Все, что я сказал до сих пор, это в том числе и государственная доктрина. Но если мы говорим о тех, скажем так, столпах, которые мы видим для того, чтобы укрепить государственность Республики Молдова, то это, естественно, традиционные стороны или традиционные идеи обоих партий. Это укрепление государственности Республики Молдова, это укрепление наших традиционных ценностей, это укрепление нашей религии, которой является православие. Вот эти основные посылки, которые мы делаем. И, естественно, нейтралитет Республики Молдова, потому что Республика Молдова является нейтральным государством, она не должна вовлекаться ни в какие военные конфликты, не должна являться никакой стороной, то есть не должна являться членом какого-то военного блока. Вот это основные государственные принципы, если мы говорим о них. Я хотела бы еще задать вопрос. Ион Кику, он был премьер-министром от фракции ПСРМ. Марина Дорлиштяна от ПКРМ. Марина Дорлиштяна от ПКРМ. Сейчас они идут со своими партиями. Ион Кику, как это сказать, не организовала, как же. Создала свою партию. Марина Дорлиштяна примкнула к другой партии. И я хотела спросить, по вашему мнению, почему они не пошли от вашего блока? Ну, во-первых, как бы изначально, когда мы голосовали за правительство Кику, мы знали, что Кику это хороший специалист, хороший технократ. И тогда мы были в коалиционном союзе вместе с партией демократов. И кандидатура премьера обсуждалась совместно в коалиции. Если бы мы правили только партия социалистов, имели бы достаточно голосов, то, естественно, обсуждение кандидатуры бы шло в другое площадь. То есть, вероятнее всего, это был бы все-таки партийный кандидат. Неудивительно, что Дону Кику решил создать себе партию, потому что его взгляды немножко или более существенно отличаются от взглядов партии социалистов. И это естественно. Ничего зазорного в этом нет. Другой вопрос, каковы его шансы пройти в следующий парламент, я думаю, они равны к 0,2. Маловероятно, что партия Кику пройдет в следующем парламенте. Поэтому у нас было предложение, чтобы и он, и другие члены нашли бы себя в нашем списке, но как бы это решение принадлежит им. Политическая борьба – это очень сложная борьба. Но создание партии – это не дело месяца-двух, это дело годов, это дело многих лет и усилий работы, и политических кампаний, баталий. Это не так просто, потому что существует так называемый премьерский синдром, потому что, будучи в функции премьер-министра, он имеет определенный рейтинг. В первую очередь, потому что он является премьером. И если он думает, что его рейтинг сразу же перейдет и на партию, в этом и политическая ошибка, потому что этого не происходит. Но люди приняли такое решение, значит, оно и есть такое. Что касается в части Мариана Дурлиштяна, то я так и не понял, его партия зарегистрировалась или нет. То есть это, я так понимаю, что это на уровне намерений. Поэтому, мне кажется, в данном случае сильно уделять внимание не стоит, потому что вы увидите, что после выборов и эти партии, и эти кандидаты окажутся далеко за порог прохождения. И, естественно, через определенный период времени о них забудут как о политиках. И не только о них, но и о многих других политиках и партиях, которые были даже в этом парламенте. Я имею в виду, это демократическая партия, потому что по опросам она не проходит. Хотя я им желаю, чтобы они прошли. Это и платформа, да, которая по опросам она тоже не проходит. По объективным опросам. Другое дело, по тем опросам, которые я говорил, что откуда-то стало известно, и какая-то партия вдруг из настоящих соцопросов, имеющих 0,2%, вдруг 5, 7, 10 или так далее. Я вам скажу, что существует даже возможность или вероятность, что так называемая наша партия, Рената Усатова, не пройдет. Потому что он создал изначально блок сам собой, тем самым увеличив порог прохождения до 7%. На данном этапе по соцопросам он не набирает 7%. То есть существует вот такая вероятность, если мы говорим сейчас в целом о политическом состоянии. Очень отчетливо и очень хорошо виден процесс создания двух полярных партий. Это ПАС, который всасывает в себя как пылесос весь правый электорат. И блок коммунистов и социалистов, который вбирает в себя весь левый электорат. Пока что на данном этапе только две партии по последним опросам пройдут уверенно в парламент. Остальные на уровне, пройдут или не пройдут. Но опять говорю, впереди очень длительная избирательная кампания, в период которой могут очень многие вещи немножко поменяться. Скажите, пожалуйста, а с чем связано такое падение рейтинга, в том числе и у партии Рината Усатова, и у партии Анастасии? Избиратель стал более внимательным? Нет. Это естественные процессы. И партии всегда должны быть последовательными. Критиковать мне сейчас или говорить какие-то ошибки, которые были сделаны партиями, которые вы назвали платформой и партией Усатова. В случае Рината Усатова, то есть он должен был быть последовательным. То есть если он был прароссийским, если он был левых взглядов, то он так и должен был остаться. Он не должен был на этих выборах отдать свое предиспочтение или призывать своих избирателей голосовать за Майя Санду. Потому что Майя Санду – это кандидат правых партий. Но он поступил так, как поступил, тем самым как бы внеся определенный разброд и непонимание внутри своего электората и даже команды в целом. Поэтому партии, я говорю, это как корабли. Они не могут сильно менять курс. Партия держится на идеологии. Партия не является каким-то коммерческой организацией, которая сегодня может решить то, завтра может то. У партии есть идеология, у партии есть принципы. Если она изменяет этим принципам, то, естественно, последует и снижение рейтингов, а может быть и политическая смерть. Предстоящие выборы в парламент Республики Молдова – это будет столкновение идеологии? В том числе и столкновение идеологии. И в данном случае, если я говорю, что идет такое распределение на левую и правую партию, то это будет столкновение правых идеологий и левых идеологий. То есть получается, что мы опять общество разъединяем. У нас опять создаются два антагониста. Это неизбежно, потому что в период выборов общество разъединяется. И почему мы говорим постоянно, что все-таки будущему парламенту нужно будет пристально присмотреться к ситуации в Республике Молдова под призмой проведения и необходимости проведения настолько частых выборов. Потому что Республика Молдова каждый год проходит через выборы. Поэтому у нас сейчас состояние, что общество разделено. У нас сильно заполитизированное общество. То есть у нас, если в развитых странах не каждый гражданин назовет премьер-министра, министра или даже президента. Есть такие случаи. У нас все прекрасно знают. У нас граждане в Республике Молдова уже не смотрят мексиканские телесериалы. Они с удовольствием смотрят только политические ток-шоу или политические передачи. Но это натуральный, естественный, демократический процесс. Надеемся, что успокоится. Надеемся, что после этих выборов будет политическая стабильность. И будет возможен период, когда Республика Молдова сможет развиваться без вот этих политических катаклизмов. И хочу также напомнить, что Республика Молдова развивалась динамично и хорошо в период, когда у власти были коммунисты. Потому что в тот период президент не избирался, а президент назначался парламентским большинством. И в этом случае нету и не было на тот период конфронтации. Это нормально, когда народ выбирает какую-то политическую силу, дает ей полномочия. Эта политическая сила исполняет свой мандат и показывает избирателю, что она может. В противном случае, если мы проводим каждый год выборы, власть не устанавливается, то у нас и получаются вот такие политические туристы, политические паразиты, которые возникают неоткуда, а потом уходят в никуда. Избиратель остается с разочарованием. В развитых странах вы видите, что партий мало. Чем развитее страна, тем меньше партий. И они более традиционные. И там люди традиционно знают, за кого голосуют. Либо за демократов, либо за республиканцев. Либо за консерваторов, либо за либералов, как в Великобритании. Вот так. Председатель Ассоциации социологов и демографа Виктор Маккану, кстати говоря, я его очень уважаю, потому что он ученый, говорит о том, что простые крестьяне задают вопрос, а почему правые и проевропейские партии не могут объединить усилия с пророссийскими левыми партиями, получая преференции для страны, как Запада, так и Востока? Как бы вы прокомментировали это? Почему не могут? Уже в истории республики Макдова в 2019 году состоялся такой союз правых партий и правых партий и левых партий. Когда социалисты объединились с платформой АКУМ, или так она называлась на тот момент, в которой были партии ПАС и платформа ДА, и были в коалиции до ноября месяца, причем сделали очень хорошие дела, в стране воцарился порядок, избавились от олигархического режима. И по моему мнению, и не только по моему, я думаю, многие политологи согласятся, что после разрыва этой коалиции нужно было вот тогда проводить внеочередные парламентские выборы, потому что сам парламент уже изменил то настроение в обществе и в политических кругах республики Молдовы, и они тогда действительно были необходимы, и, видимо, тогда был бы более стабильный парламент, и развитие республики Молдова было бы сейчас более, скажем так, динамичным. Ну, случилось то, что случилось на тот момент, имеем ту ситуацию, которую имеем сейчас. И судя по тем, как развивалась ситуация, как они были запущены, это парламентские, с такими нарушениями, с такими решениями конституционного суда, почему мы говорили, что мы за проведение, но мы за проведение досрочных выборов в правовом поле. Существует опасность, что после этих парламентских выборов в случае, если к власти придут неугодные кому-то силы, опять будет такая же ситуация, опять будет такая же попытка, только на этот раз мы объявляем очень четко, что победу мы не упустим из рук, а будем бороться за нее до конца, в том числе всеми политическими методами, не исключая и марши, митинги, протесты. То есть мы опять будем вот в таком каком-то состоянии? Голосуйте за левые партии, и все будет хорошо. Это уже призыв? Да, это призыв. Почему нет? И объясняю почему. Потому что есть период времени, в котором республика Молдова развивалась, и в стране было благосостояние, и в стране было спокойствие. С того момента, с 2009 года, когда к власти пришли правые силы, что при этом имело место? Разрушение президентского дворца, разрушение здания парламента, печальный или удручающий факт кражи миллиарда, разрушение трех банков, в том числе банка образовывающего, финансово образовывающую систему, государственного банка, банка деэкономии. Тут еще вопрос, кто и как помогал его разрушить. Концессия аэропорта, ситуация доведения железнодорожной линии, это их предприятия до банкротства. И это только на слуху, те, которые более известны. Так что можно сделать сравнение, что случилось в период правления левых сил, наоборот, созидание и укрепление всего этого государственности и благосостояния народа, и что имело место, когда к власти пришли, и как они пришли. Это было путем так называемой оранжевой революции, вы это все прекрасно помните. И сейчас, когда они пришли, я вижу, что им понравился отремонтированный парламент, здание парламента, ничего. И в здании президентуры они себя чувствуют хорошо. Обещали снести забор, но не снесли. Обещали вообще не въезжать в здание президентуры, сдать его как-то, или под библиотеку, или что-то. Забыли по те обещания. Поэтому напоминаем электоратам, напоминаем избирателю, сравнивайте. Обещания – дела, обещания – дела. Я понимаю, что если обещают, и обещают много, и обещают красиво жить, то хочется как бы сразу. Вот проголосуем, и сразу на второй же день изменится очень сильно. Но вы видели, проголосовали за Майю Санду. Прошло уже, вот уже приближаемся к году ее правления. И что? Что-то поменялось? Сильно? Нет. Конфронтация, бессмысленная, постоянная борьба с кем-то. Больше ничего. А почему? А где хлеб? Зрелища нам предоставляется. Хлеб где? И давайте посмотрим на Украине. Там пришли такие же ставленники Соровского и других неправительственных общественных организаций. Как их там? Общества. Два организации. Там президент, который наобещал украинскому народу очень много чего. У него есть большинство в парламенте. И что? На Украине стало лучше? Нет. Лучше не стало. Наоборот, Украина, мы видим, теряет в позициях, теряет в показателях. Инфляция растет, благосостояние людей падает. Украина богатейшая страна Европы. Что там? Спокойствие и правильное правительство или правление разумное. И она может развиваться и народ может жить спокойно. Что мы имеем? Вооруженный конфликт, ухудшение всех показателей по экономике, ухудшение благосостояния людей, повышение цен, повышение уровня стоимости жизни. Вот что мы имеем. И напоминаю, что у нас в Республике Молдова тоже есть замороженный конфликт. И опасность того, что этот конфликт разморозится и кому-то появится желание его разморозить, мы видим, потому что есть заявления определенных западных партнеров, что конфликт нужно разморозить, конфликт нужно быстро решить. Как решить быстро, никто не предлагает. Мы понимаем, что это геополитическая ситуация, когда желается в Республике Молдова установить подконтрольный западный режим для того, чтобы конфликт на Приднестровье решить в пользу западных держав. Я задам вам вопрос после рекламы. Реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами. Напоминаю, в эфире программа «Оглавное». У нас в студии гость Корнелию Фрукулица. И я хотела бы продолжить разговор про Приднестровский конфликт. И мы во время рекламы немножко его так обсудили с вами. Скажите, пожалуйста, вот это размораживание замороженного конфликта в Приднестровье, это о чем? Это рожигание вот этой вот горячей точки в этом георегионе или что это? Проще сказать, что к этой зоне есть усиленный интерес западных стран вследствие того, что мы находимся вблизи самой Украины. В Украине непосредственно идет как бы состязание геополитических сил Запада и России. Естественно, есть желание вытолкнуть отсюда Россию из этой зоны для того, чтобы усилить свои позиции в этой зоне. Не знаю, насколько это выгодно Молдове, но народу Молдовы это точно не нужно, потому что Приднестровский конфликт нужно решать мирным путем, привлечением за столом переговоров всех и в первую очередь налаживанием простых взаимоотношений между Молдовой и Приднестровьем. А если мы будем принимать такие решения или такую политику в отношении Приднестровья, как мы видели на последних президентских выборов, когда президент или кандидат в президенты обещал, что всячески будет способствовать разрешению этого конфликта, а на деле нынешний председатель партии ПАС называл Приднестровцев сепаратистами и участвовал активно в заграждении доступа Приднестровцев к избирательным участкам на территории Республики Молдова, то я думаю, что такие действия ни в коем случае не способствуют решению конфликта, а наоборот показывают преднестровцам, что в Республике Молдова есть экстремистские элементы, готовые как бы решить силовым методом преднестровский конфликт, поэтому их настораживает и такая политика ни в коем случае не может способствовать разрешению этого конфликта. Разрешение конфликта является методом маленьких шагов, то есть мы должны последовательно давать сигналы, показывать на деле, что мы готовы предоставить нашим гражданам в Приднестровье права, гарантировать их права, ни в коем случае их не ущемлять, и только в этом случае они будут желать, они увидят, что здесь стабильно, и в первую очередь и ситуация внутри Республики Молдова, то есть она должна была быть стабильной, должно быть развитие. Только в этом случае преднестровцы убедятся, захотят стать снова частью Республики Молдовы, и у них это будет идея привлекательная. В данном случае, когда они видят только угрозу Сатанной Республики Молдовы, естественно, они будут защищаться, они будут стараться как-то окружить себя безопасным поясом от тех элементов, которые находятся в Республике Молдовы, потому что мы видели комбатантов, разных националистов, которые заграждали путь на участке. То есть это наиболее так показательно в эти моменты, как ведет себя в целом общество. Поэтому не надо разжигать ни в коем случае такие посылы и скажем так обзывания наших граждан на территории Приднестровья сепаратистами, я думаю, ни в коем случае не способствует разрешению этого конфликта. Я думаю, что даже те, кто поддерживает Республику Молдову в этом конфликте, думаю, что в этот момент задумаются на территории Приднестровья. Корнелию, скажите, вы упомянули о том, что Приднестровский конфликт это столкновение интересов Запада и России. В первую очередь это геополитические конфликты. У меня бабушка любила говорить о том, что ласковый теленок двух мамок сосет. В данном случае Молдове выбрать какую для себя стратегию, чтобы она, находясь между вот этих двух скажем так сильнейших держав и столкновения этих доктрин западной и российской получила для себя скажем, не хочу говорить выгоду, но какие-то преференции и выиграла от этого. В первую очередь мы должны защищать собственный интерес Республики Молдова. Поэтому, исходя из этого, нашими основными принципами это укрепление государственности и нейтралитет. Потому что, если Республика Молдова примет ту или другую сторону, моментально мы вовлекаемся в военный конфликт с одной из них. Поэтому, краеугольным камнем существования Республики Молдова является ее нейтралитет. Нас пытают и убеждают, что мы можем, и мы это видим на примере Украины. Когда Украина начала принимать сторону западных государств, у нее случился разрыв. Причем, этот разрыв состоялся изнутри. в том, что граждане имеют различные видения и у нас и опросы показывают, что примерно 50 на 50 у нас граждане считают, что нужно двигаться либо на запад, либо на восток. Поэтому политика нейтралитета и политика независимости государства, это является залогом существования самой Республики Молдова. Если мы решимся как-то принять резко одну или другую сторону, то Республика Молдова будет на грани вооруженного конфликта, в том числе не только в Приднестровье, но у нас и разные настроения внутри самого общества. Мы знаем, что есть районы, где компактно живут население, которое отдает предпочтение восточному вектору, есть районы центрального в основном, где отдает предпочтение западному вектору. Поэтому вот это разжигание, естественно, не на пользу Республики Молдова, самой Республики А как вы думаете, кому интересно, чтобы мы жили плохо? Я вас спрашиваю. Я вам скажу, что жить хорошо и жить в надежной стране только в интересах Республики Молдова. Естественно, разжигание какого-то конфликта к западным странам очень подручно, потому что во всех конфликтах используется оружие, а производителей оружия в Соединенных Штатах очень много, поэтому это оружие нужно куда-то продавать. Чем больше вооруженных конфликтов, тем лучше для Соединенных Штатов. И при этом у нас, при этом я хотела задать вопрос про подписание, как же оно называется, сейчас я секундочку вспомню, с фондом Конрада Аденаура подписание о сотрудничестве. Это очень опасная практика, это показывает как нас рассматривают и какие политики к нам применяют, потому что если такой агент внешнего влияния подписывает какой-то меморандум о сотрудничестве, который не публичный, кстати, его до сих пор не показывали, то есть мы знаем, что он есть, но какие-то приложения не показаны, сколько это стоит, как они оплачиваются, то есть это прямое вмешательство во внутренние дела Республики Молдова, когда одна из президентских, одна из ветвей власти уже является как бы под руководством иностранных специалистов, то есть это явное вмешательство во внутренние дела, и я думаю, это такая политика к отношению к нам, она ведется давно, просто она не была так явно, сейчас они уже увидели, что это можно уже проводить даже ничуть не стесняясь, и я не удивлюсь, если скоро у нас будут скажем так какие-то заявления, причем мы очень часто слышали, что у нас должен быть иностранный или заграничный прокурор, что у нас был там судья, чтобы все они были иностранные, звучит как бы красиво, но я не думаю, что ни в одной стране, демократической развитой стране, такой бы лозунг не нашел бы поддержки, потому что страна должна быть независимой, и прокуроры, все должности, все институты власти должны принадлежать стране, чем страна более развита, тем у нее больше свободы в своих действиях, и тем она является более независимой и сильной, что сильная страна менее подвластна внешним влияниям, к сожалению, мы сейчас имеем массовую атаку со стороны западных стран на республику Молдова с точки зрения для того, чтобы гарантировать в этой зоне их влияние. Я думаю, что количество выборов и выборный процесс, который происходит в республике Молдова каждый год, говорит о том, что мы все-таки демократически развиты, не развиты, но скажем так, страна, в которой демократические институты соблюдаются. Я бы сказал наоборот. Почему? Чем чаще выборы, это говорит о политической нестабильности. Потому что в стабильной стране выборы происходили бы в положенные сроки. То, что случилось даже в 2009 году, был избран парламент. Эти выборы были признаны. То, что их не устроило, то, что коммунисты взяли почти что конституционное большинство, вот и показало их методы. Одни перевыборы, другие перевыборы, пока не получили ожидаемый результат. Что я велоследствием того? Движение Республики Молдова по тем траекториям, которые я говорил. Почему? Потому что искусственно был изменен выбор населения. Потому что на тот момент избиратель выбрал партию коммунистов. И они должны были править еще четыре года. Выполнили бы свой мандат. Избиратель бы посмотрел ошибки, нравится, не нравится. Сделал бы свой выбор опять демократическим путем проведения выборов и голосования. а не государственным переворотом. Соглашусь. Не могу с вами здесь... Понимаете, на мой взгляд, мне могут не нравиться политические партии и их взгляды. Мне может не нравиться лично мне тот или иной политик. Но если его избрало большинство, я считаю, и это мой долг, подчиниться этому большинству, потому что все-таки мнение большинства критично. Правильно. Если кто-то хочет что-то изменить, то это не надо делать силовым путем. Это делается путем агитации, путем работы с избирателями, путем компаний каких-то, убеждений, политических платформ. А почему тогда не... Потому что это долго. А хочется быстро. А хочется очень быстро и хочется того результата, который ты именно ожидаешь. А вдруг результат будет не тот. Поэтому... Знаете, на что это похоже? Вот мы сейчас с вами разговариваем. Мне кажется, это похоже. Я смотрела... Чем больше правительств меняется, тем уровень жизни населения ниже. Это во всей истории так было. Да. Я соглашусь. Чем выше политизированность общества, тем ниже... Ее благосостояние. Да. Потому что, естественно, недовольство. Главный образ это недовольство. С этим связано то, что избиратель или опрошенный вот опять же ассоциацией социологов и демографов, они считают лучшим премьер-министром за годы независимости республики Молдова. 26,6% назвали Зинаи Дубричану. Я так считаю. Почему? Потому что действительно она была хорошей, отлично. Поэтому, несмотря с 2009 года сохраняется... Я на то время не был в политике, я занимался бизнесом. И тогда было стабильное состояние. Мы знали, что законодательство сильно не изменится. Мы видели, что в стране стабильное состояние. И была уверенность, что те вложения, те усилия в сферу деятельности бизнеса, они не пропадут. А когда в стране вот такое состояние, что не знаешь, что завтра будет. Будет парламент, не будет парламента, есть правительство, нет правительства, действуют законы, не действуют законы, не дай бог еще какой-то политический конфликт или военный, то смысл мне сюда вкладывать деньги. Я уже лучше пойду куда-нибудь туда, где есть стабильность, где мир. Где мир. И при этом считают, что лучше всего справился бы сейчас на данном этапе с должностью премьер-министра именно Игорь Дадон. 36,2% за него проголосовали. Но при этом индекс доверия самый высокий у Майо Санду. Как думаете, почему это? С чем связано? Почему у него так? Я думаю, что здесь идет оценка именно субъективная, потому что Игорь Дадон был очень хорошим министром экономики. Одним из самых лучших, по моему мнению. И действительно он является специалистом в этой области. он профессионально управлял в тот период министерством экономики. Были очень хорошие и отличные показатели у Республики Молдовы в целом. То, что сейчас как бы у Майо Санду более большой рейтинг по популярности, это тоже объяснимо, потому что, естественно, она как победитель последних президентских выборов была проведена соответствующая кампания, соответствующее количество информации было предъявлено или выброшено в общество людям. И, естественно, такой рейтинг есть у политика. Естественно, у каждого политика это как бы траектория всегда так закончится. После бурного роста происходит и бурный спад. То есть это натуральные вещи, которые все политики, я думаю, понимают, что вечно на, скажем так, на каком-то пике популярности ты не будешь, потому что неизбежно нужно исполнять то, что ты обещал. Неизбежно. Обещаний было дано очень много, исполнений, я думаю, что будет до 10% даже не дойдут. Поэтому через определенный порядок времени, это очень быстро, потому что люди быстро анализируют, что было сделано. Это все происходит. И из, скажем, ничего более благодарного нет, чем любовь народа. Все знают. Она быстро приходит, быстро уходит. У Макиавелли, по-моему, удержать ее сложнее, чем ее получить. У Макиавелли, по-моему, сказано о том, что меньше всего, на что нужно полагаться, это на любовь народа. Чем она выше, тем потом же тебя так же быстро и распнулось. Я думаю, что ученые люди что-то знали. Ну, раз до сих пор мы его ценируем, значит, знал он достаточно. Я хотела спросить, а почему, когда Игорь Дадон был у власти, почему не произошло вот этого доверия? Во-первых, Игорь Дадон был президентом. Да. Президент это не означает иметь полную власть. Это так же как бы у нас преувеличены возможности президента, потому что как бы выбирается он общенародно, но те функции, которые он исполняет, они более ограничены и более относятся к исполнительной власти. И давайте не будем забывать, что с периода его избрания с 2016 по 2019 год он находился в противостоянии с режимом Плохотнюка, когда имели место те периодические выключения его из функций, которые потом были признаны даже европейскими институтами незаконными и неконституционными. И только с 2019 года по окончании мандата у него действительно была уже фракция в парламенте, определенная часть правительства, которая поддерживала непосредственно его. Но у граждан было ощущение, что, естественно, за весь вот этот период отвечает он. Поэтому я и говорю, что доверие к президенту неизбежно будет падать, потому что много на него надежды, но возможностей у президента очень мало, потому что все равно мы являемся парламентской страной. и от парламента зависит принятие законов или непринятие законов. Поэтому имел такой феномен. И еще давайте не забудем, что мы говорили, что наступил период пандемии, в которой недовольство людей теми ограничительными мерами очень сильное. И любой политик сейчас, который находится у власти, даже в европейских странах, если будут выборы, он проиграет другому, потому что люди, находясь в период пандемии и в этих ограничительных условиях, они выберут другого. То есть рейтинги всех существующих президентов, всех существующих правящих партий упали за период пандемии. Потому что придет партия, которая скажет, что она все эти ограничительные меры упростит. Но когда приходят власти уже в виде реальность, то есть предвыборные обещания и реальность управления это совсем другие вещи. Глава Ассоциации фермеров производителя молока Анна Панкрат, ей принадлежит ферма, рассказала, что с апреля до практически конца мая ситуация только осложнилась. Усугубляющие трудности в инудиле фермеров снова прибегнуть за бою животных. При этом Игорь Тадон сообщил, что в резервном фонде осталось всего 10 миллионов аллеев. А Дарованная отметила, Дарованная, да, я правильно прозвучу? Дарованная. Да. Что Сандул осознанно уничтожает молдавских производителей, наше сельское хозяйство, чтобы молдавские земли пришли в запустение. А граждане Молдовы поехали в Германию обрабатывать землю и собирать урожай. Я не буду цитировать все. Я хотела спросить вас. На фоне усугубляющейся экономической ситуации в стране, будет ли способен будущий парламент разрешить эти кризисы? И от чего это зависит? Это зависит от выбора избирателя. И это очень просто. Если они проголосуют за блок левых сил коммунистов и социалистов, то ситуация в Республике Молдова исправится. Если они проголосуют за правые партии, опять возвращаясь, ситуация еще ухудшится. Потому что волк всегда будет кушать овец. Он никогда не поменяет свою политику, тактику, в данном случае, фигуральную, даже если он оденется в овечьей шкуре. Он всегда будет плотоядным. И это сущность правых партий. Правые партии слушаются в основном тех указаний, которые им дают международные валютные организации. Те консультанты, которые на Западе, и мы видим открытый пример, что уже в открытую в президентуре есть иностранные консультанты. Скажите мне, зачем иностранцам, зачем в данном случае западным партийрам развивать что-то в Республике Молдова? Для того, чтобы создавать конкуренцию их производителей, у них и так переизбыток, перепроизводство, что с этим производством сделать? Его нужно ввести в Республику Молдова. В чем интерес, чтобы развиваться Республика Молдова? Кому нужны в Европе наши яблоки, например? Там завались польскими яблоки, они не знают, куда эти яблоки деть. Кто ждет наши яблоки? Вот после подписания договора по ассоциации, что количество или в суммовом эквиваленте экспорт Республики Молдова увеличился? Нет. Увеличилась как бы вот та продукция, которая делается в режиме временного ввоза, либо это кабельные изделия, либо еще что-то. Когда на Востоке экспортируются готовые продукты, либо консервы, либо вина. Скажите, кому нужны наши вины в Европе? Мало испанских, французских, итальянских вин? Нет. И вы думаете, они во имя как бы скажем так, благих целей позволят Республике Молдова развивать вина для того, чтобы понизить свои производства винодельческой или других продуктов? Естественно, нет. Это конкуренция. Это конкуренция. И Республика Молдова в данном случае интересна как территория, на которой для них важен контроль над Приднестровьем и контроль над всей экономикой. Если вы видите, если входит какая-то большая сеть торговая, то моментально какие-то местные торговые сети, наши магазины или какие-то, они умирают в радиусе каких-то километров, постепенно они уходят и умирают. А это наши люди, это наши инвестиции, потому что иностранная большая коммерческая сеть, когда приходит в какую-то страну, она может применять какие-то демпинговые цены, продержать их определенный период для того, чтобы остальные ушли с этого рынка, а потом набирают и поднимают эти цены. Эта политика не нова, она во всех странах европейских применена. И только редкие страны мы видим, как, допустим, пытаются вести более или менее независимую политику в этой области Польша, лучше с этим справляется Венгрия, поэтому и перспектива для развития республики Молдовы есть. И это не означает, что сотрудничество с западными партнерами это плохо, потому что они обиждательно желают нам зла. Нет, если мы будем позволять, чтобы с нами так вели, то они будут себя вести так и еще, скажем так, уверенные. А если мы будем защищать свои интересы, то они тоже будут с нами считаться. Бог говорит, да, ребята, тут знают дело, что и с международными финансовыми институтами нужно вести переговоры, не принимать то, что они изначально вам дают все, а вести переговоры, убеждать, что выгодно Молдове, что невыгодно Молдове. На это и есть профессиональная команда, которая показала с 2001 года по 2009 год, что Республика Молдова может развиваться без особых финансовых влияний извне, как самостоятельная страна, имея при этом развитое сельское хозяйство и промышленность. Напомню, что за период деятельности партии коммунистов аэропорт был доходным предприятием, который вливал деньги в бюджет развития страны. Железная дорога тоже самая, она вливала, не наоборот, как сейчас, не имеет чем платить зарплату людям. Вот результаты политики. Скажите, когда-нибудь люди, которые привели к такой ситуации с аэропортом и к такой ситуации, которая сейчас находится на железной дороге, они когда-нибудь ответят за это. Вообще, в этом будет поставлена точка, потому что вот даже последнее заявление Шора по поводу кражи миллиарда. Кража миллиарда стала возможна благодаря решению правительства о выделении проблемным банком денег под госгарантии. При этом правительство вообще не имело права принимать такие решения. Когда-нибудь будет расследована кража, возвращены деньги? Вы же видите, что в последний момент все меньше и меньше об этом говорится. Говорится о какой-то мечте борьбы с коррупцией, причем коррупционеров не особо это и называют, если и называют, то политических деятельностей. Никаких четких и желаемых намерений раскрыть то, что было тогда при краже миллиарда нет. Почему? Потому что они это и сделали. Майя Санду была в правительстве, которое консенсионировало аэропорт, которое выделяло деньги под эти самые. И в этой же партии, которая тогда являлась у власти ПВДМ, гиберальный демократический, она соратник Филата. И сказать, что я не знаю, что делал в то время Филат, я сомневаюсь, потому что она была в лидерах этой партии. Я не думаю, что она не имела понятия о том, что творилось, а занималась только теми вещами Министерства образования, где она была министром. Но опять же, если вы говорите, что когда-нибудь разберутся, да, разберутся, когда придут власти, левые партии. Разберемся. Вы в этом уверены? Да. Если придем в власть. Для этого нужно иметь большинство. А если не будет большинства? А если не будет большинства, то будет коалиция. Или будет какая-то оппозиция. Из-за позиции будем бороться. А из-за позиции неизбежно все равно будет следующий приход к власти. Так что политическая борьба, она впереди. Не надо терять надежду, нужно бороться. А избирателям нужно правильно выбирать. Если они как бы считают, что выбирая право на следующий же день же будет как бы благоденствие Республики Молдову, то я считаю, что они ошибаются. Но опять же, это выбор избирателя. И с избирателем нужно работать, ему нужно доказывать, показывать, объяснять то, что мы и делаем. Мы с чем как бы просим их или говорим им о том, чтобы они посмотрели в недавнюю историю Республики Молдова. Как она развивалась в период правления левых сил с 2001 года по 2009. И как она развивалась после этого. И по-другому не будет. Потому что это одни и те же люди, это один и тот же процесс, это одна и та же идеология. Одни имеют краеугольными камнями государственность, благосостояние, традиции, другие имеют в своей идеологии поклонение другим государствам, поклонение другим идеологиям внешнего управления. Вот и все. Мы сегодня намеренно с вами не затрагивали Майю Санду и не говорили о ней, но все-таки раз уж такая зашла тема разговора... Мы говорили о ней довольно много. Считаете? Считаю, что больше даже, чем нужно. Окей. Все-таки я хотела бы задать этот вопрос. Я на каком-то сегодня информационном ресурсе... Чтобы вы понимали, извините, что перебываю, но наша база, наша основная политика в том, чтобы не критиковать кого-то, а представлять свою платформу. То, что критикуя... Ладно, критикуешь, но ты должен показывать, что умеешь сам. К сожалению, в последнее время и на президентской кампании, и сейчас уже вижу, что так назревает. Вся программа электоральная наших конкурентов это критика партии социалистов или Додона. Сейчас добавились коммунисты, сейчас возьмутся из-за них еще. Поэтому избирателю смотрите на то, что предлагают, а не на то, что критикуют. Ну, предлагать можно тоже много, но, мне кажется, нужно оценивать то, что предлагают. И голосует за те партии, которые имеют какой-то опыт, какую-то команду, которая что-то показывала. Если более притягательным является другой продукт, так есть. Но, мне кажется, наступать на те же грабли дважды не совсем хороший пример, совсем хороший урок. Я хотела бы все-таки задать вопрос по поводу Майя Санды. На каком-то информационном ресурсе я прочла о том, что кто-то из политических аналитиков подсчитал и оказалось, что по району Майя Санды ездила меньше со своими визитами, чем за границу. Почему? Вы мне задаёте вопрос, на который должна была бы она ответить. Я думаю, что сейчас она будет ездить по районам много. Я скажу, почему. Потому что это часть выполнения избирательной кампании. Мы видим, что в последнее время она активизировалась по поездкам в районах. того, чего не делала раньше. Почему? Потому что тогда ей этого не нужно было. Сейчас в противоречии с существующим законом мы видим, что она вовлечена в избирательную кампанию. Потому что когда были парламентские выборы в 2019 году, Игорь Тадон не выполнял таких поездок по стране, потому что тогда было высказано, что он включается в избирательную кампанию. Чего не видим сейчас в отношении Майя Санды. Это двойные стандарты? Получается так. Раз мы заговорили о доктрине и о том, что предлагает блок ПСРМ и ПКРМ в предстоящих выборах, у нас уже подходит программа к концу. Я хотела бы вам дать заключительное слово и обратиться к избирателю. Уважаемые избиратели, партиям, если вы следите за развитием политических событий в Республике Молдова, вы, думаю, отметили с удовольствием, что, наконец, левые силы объединились в один блок, так, чтобы голос избирателей, которые предпочитают левые партии, не был потерян, не растерялся в общей массе, и то предпочтение левым партиям, которые вы дадите на этих выборах, оно не пропадет, а воплотится в конкретно мандат, и мы уверены, что если вы массово выйдете, если вы сделаете выбор в пользу левых партий, если вы ответственно подойдете к моменту избрания, то в республике Молдова восстановится то нормальное положение, то нормальная ситуация, когда в стране правят люди, которые хотят хорошо в своей стране, люди, которые борются за ее государственность, люди, которые ценят ее православные ценности, которые во главу ставят культуру, традиции, историю этой страны, и тогда эта страна будет развиваться динамично, она будет соответствовать требованиям гражданам, и это будет социальное государство, направленное в сторону интереса, уровня жизни и благосостояния ее граждан. И бизнесу будут оказаны тоже хорошие условия, потому что при стабильности в стране бизнес имеет тоже хорошие хорошие условия для развития, что взаимосвязано, потому что развитие бизнеса дает больше налогов казну, больше налогов, это возможность развивать другие отрасли, это возможность выплачивать и повышать зарплату в целом благосостоянии. Поэтому голосуя, хорошенько взвесьте свой голос и отдайте их только за ту команду, которая показала, что что-то умеет делать. И у нее есть эти люди, есть эта команда, которая сможет воплотить ту программу и те положения, с которыми она к вам приходит на время избирательной кампании. Я вас благодарю. Вот такая сегодня у нас получилась программа. Я благодарю нашего гостя, я благодарю наших зрителей за то, что вы были с нами. До свидания, всего вам наилучшего, оставайтесь с нами. с нами. Субтитры